Санкт-Петербург В рамках кинофорума будет показано более 70 игровых и документальных картин. Про Невский благовест подробнее расскажет наш питерский корреспондент Марина Ланская. Марина, добрый день. Здравствуй, Дима. Марина, скажи, наверное, каждого нашего зрителя интересует вопрос, вот фестивальные показы будут ли открыты для всех желающих, или для этого нужно приобретать билеты, получать где-то пригласительные билеты? Да, насколько я понимаю, что действительно все желающие могут посетить кинопоказы, но о том, насколько это легко сделать вот здесь, например, где мы сейчас находимся, это Государственный музей истории и религии, нам сейчас расскажет его сотрудник Александр Анатольевич Буров. Я ему и адресую этот вопрос. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Марина. Подскажите, пожалуйста, действительно ли все желающие могут сюда попасть, или нужно покупать входной билет в музей для того, чтобы посмотреть фильм? Для того, чтобы посмотреть фильмы, билеты не нужны. Все желающие могут попасть, никаких ограничений нет. Все предыдущие годы еще была возможность посетить выставку в зале рядом, где демонстрируются кинофильмы, но в этом году, к сожалению, у нас там плановая переэкспозиция, поэтому такой возможности только в этом году нет. А так еще вот сочеталась немножко и экскурсионная программа, и, собственно, кинопоказ. Но кинопоказ абсолютно свободно, без всяких билетов. Для всех желающих. Для всех желающих, да. Насколько я понимаю, музей принимает участие все 12 лет, предоставляя площадку. Да, и директор музея является заместителем председателя организационного комитета. То есть музей очень активно участвует всегда в кинофестивале, потому что это соответствует миссии музея, его назначению. Музей занимается изучением религии, различных религий, и в то же время музей своей деятельностью, такой просветительской, способствует укреплению межрелигиозных связей, межрелигиозного мира. То есть, с одной стороны, кажется, что музей интересуется только историей религии, а в действительности и сегодняшним днем тоже. История не заканчивается сегодняшним днем. История – это не только прошлое. Мы все живем в истории. Поэтому музей интересуется и тем, что было очень давно, и тем, что происходит сейчас. Потому что это тоже становится историей. Скажите, пожалуйста, а у сотрудников музея вызывает ли интерес подобные мероприятия? Ну, конечно, сотрудники музея всегда вовлечены в их организацию и проведение. Поэтому, да, и интересно в то же время узнать, что нового в области творчества, творчества, вот, кинематографического творчества, художественного, документального в этой сфере, в религиозной сфере. Потому что, ну, материалы, они всегда очень интересны для исследования и для понимания, вот, современного состояния религиозной жизни. Ну, вообще, за эти 12 лет что изменилось в фестивале? Стали ли картины выше уровня? Стало ли их больше? Ну, мне вот трудно судить. Здесь у меня нет каких-то вот достаточных данных. Но действительно меняется фестиваль. Вот, может быть, он больше становится направленным к молодой аудитории. Но дело в том, что всегда непременными участниками фестиваля являются молодые кинематографисты и студенты университета кино и телевидения. Это всегда выносит что-то новое, какие-то новые акценты, может быть, на первый взгляд, неуловимые, но как-то существенный обновляющий образ фестиваля. Спасибо большое. Ну, я желаю вам побольше посетителей, телезрителей и всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Дмитрий, мы, я напоминаю, находимся в музее, в Государственном музее истории и религии. Сейчас беседовали с Александром Буровым, сотрудником этого музея, о предстоящем фестивале «Невский благовест». Полную программу фестиваля, и всех его участников, и то, где, на каких площадках, какие фильмы можно посмотреть, всю эту информацию можно получить на сайте фестиваля. Спасибо, Марина. На прямой связи с нашей студией была наш питерский корреспондент Марина Ланская. Отмечу, что фестиваль «Невский благовест» пройдет с 19 ноября до 25 ноября. На площадках Духовно-просветительского центра «Свято-Духовский», Государственного музея истории и религий и Духовно-просветительского центра «Спаский». Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.